Привет, меня зовут Дима Алавидзе, я участник кружка Грани, занимаюсь моделированием. Пришел сюда во втором классе и вот занимаюсь до сих пор, мне уже сейчас 17 лет, до сих пор строю что-то. С чего ты начинал, когда пришел в этот кружок? Начинал я с мелких кордовых моделей, которые мне так особо не очень понравились, поэтому сразу перешел к радиоуправляемым. — Расскажите о ученике, которым вы гордитесь и почему. — Да учеников много, но горжусь я, вон Дима стоит Алавидзе. — Пришел, Дима, в каком классе? В пятом, по-моему, да, Дима? — Во втором. — Во втором даже. Ну, делал, упертый пацан. Правда, делал сначала так вот, топор взял, бах-бах, выстрогал, все, пошли летать. Пошли летать, аккумулятор выпал, мотор отпал, ну, самолет летал. После этого вот сейчас уже вот он школу заканчивает, он сейчас большие уже самолеты делает, и уже ручки у него настроились, уже как положено стоят. — Хотел бы ты сейчас оказаться в кабине настоящего самолета и почувствовать себя пилотом? — Да, у меня до сих пор осталась мечта, там обычно 10-метровые спортивные самолеты, и летать на них, участвовать тоже в каких-то соревнованиях, только не на радиопрограммах, а уже на нормальных самолетах. Но это, скорее всего, только мечта. — Чем тебе в повседневной жизни помогает авиамоделирование? — Ну, обычно мне это помогает больше в быту, там, если что-то надо починить, а так, в принципе, все. — Собираешься ли ты связать авиамоделирование со своим будущим? — Это станется чисто как хобби, а связал уже свое будущее с другим. — Если понадобится защитить свою страну, сядешь ли ты за штурвал самолета? — Ну, конечно, если мне придется пойти в армию или вообще как-то защищать страну, то я, скорее всего, выберу авиацию, потому что ты как-то уже ближе мне по душе. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!